Автобусный маршрут Вся информация стекается в операционный центр. Есть у нас оператор, который видит количество транзакций. Мы видим, как едет и куда едет пассажиропоток. Для нас это тоже главное. Помимо науки, которую мы сейчас привлекаем для того, чтобы они определили, скажем так, оптимизировали маршрутную сеть, чтобы мы расшили наконец-то задублированные маршруты. Я уже повторялся, где-то густо, где-то пусто. Вот этого не должно быть в Владивостоке и это сработает. А это крупная транспортная артерия города. Остановка Некрасовская. Здесь ежедневно проходит 33 городских и межмуниципальных автобусных маршрута. А это тысячи пассажиров. Остановка по направлению из города уже давно считается проблемной. Как мы видим, здесь выделено достаточно много места для остановки автобусов. Однако, вопреки здравому смыслу, водители предпочитают парковаться под биодуком и пассажиры вынуждены огибать леера, чтобы сесть в автобус. Чтобы исправить ситуацию, администрация города установила вот такие защитные навесы. В надежде на то, что именно водители будут подъезжать к пассажирам, а не пассажиры гоняться за автобусами. Защитные навесы будут устанавливаться по всему городу. Водители автобусов должны дисциплинированно подъезжать к остановочным пунктам. Что хочет водительский состав, тем самым сделает. Если вторым бортом становится, подвергает опасность сам пассажиропоток. А потому что кто-то впереди стоит, отстоял две минуты, третью, четвертую, пятую, шестую, седьмую, восьмую, ему набить надо. Много вопросов у пассажиров вызывает внешний вид водителей. На встрече с перевозчиками в краевой администрации глава региона Олег Кожемяка дал четкие указания коммерсантам. Кто-то ездит не по форме, кто-то ездит в трикон. Это что, его личный транспорт, что ли? Это городской маршрут. Если вы не приведете в порядок водителя, с тем, чтобы он был побрит, соответственно, у него должен быть пиджак и рубашка, чтобы он отвечал требованию нормального водителя. Мы там через неделю встретимся, посмотрим, что исполнено. Кто не будет исполнен, я прям прямую дам команду, чтобы маршрут расторгли, и на этот маршрут выйдет государственная муниципальная компания. Олег Кожемяка также поручил составить график работы автобусов после 20.00. Они должны ходить каждые полчаса, в противном случае снимут с маршрута. Еще одно поручение – заменить старые некомфортные автобусы, в которых не работают обогреватели. Для этого краевые власти готовы поддержать перевозчиков, компенсировав им часть расходов при покупке новой техники в лизинг. Так как в 2019 году будет проводиться конкурс между нашей компанией и городом Владивостоком, в лице администрации, будет проводиться конкурс, и мы решили обновить свой автопарк. Автобусы выбирали по надежности, по новизне, так как конкурс требует новые машины, свежих годов. Автобусы средней вместимости, не сказать, что они как Хундаи большие, средней вместимости, все удобства. Речь идет об автобусах марки «Симас», которые на базе японского шасси «Исузу» собирают российские специалисты. Машины уже прибыли в краевые центры из Ульяновска. Они будут работать дополнительно на маршруте номер 55 от остановки «Третья рабочая» до «Диамида». Несколько машин «Газель НЕКС» 2017 года будут перевозить пассажиров на 13 маршруте. В новых автобусах уже встроены кнопки системы «Эроглонас», автоинформаторы и система отопления «Вибасту». Желаем вам приятного дня. В общем, сделано все для удобства пассажиров. Совместную работу администрации Владивостока и перевозчиков оценивают о горожане. Так, с 3 марта в тестовом режиме вместо больших автобусов категории М3 появилось 17 «Газелей НЕКС» и «Форд Транзит». Пассажирам маневренные вместительные автобусы пришлись по душе, и те получили постоянную прописку на маршруте. Это быстро, по времени получается быстрее гораздо. Единственное, что вот очень народу много в автобусе. Ну, побыстрее, да, едем, ну, хвалить пока. Очень удобно. Во-первых, они теплые, во-вторых, вовремя ходят и не стоят на каждой остановке по 5-10 минут, которые большие у нас эти стояли. Совсем скоро на всех городских автобусах, а также в трамваях, троллейбусах и на фуникулёре будет работать система безналичной оплаты. Специальные оборудования-валидаторы уже установлены и работают в автобусах на маршрутах номер 2, 3, 15, 60, 81. На сегодняшний день их около 15. И задача стоит до 31 декабря 2018 года оснастить всех перевозчиков, всех, кто работает на маршрутной сети города Владивостока, так называемыми валидаторами. То есть системы, через которую можно провести транзакцию, а именно купить безналичной оплаты свой проезд, получить чек в руки и совершить поездку. Система позволит мониторить перевозки пассажиров, а также обеспечит учёт и контроль сбора оплаты за проезд. Рассчитаться можно любой банковской картой, работающей по бесконтактной системе. Достаточно поднести карту к терминалу, вводить пин-код не нужно. На карте должен быть специальный значок Wi-Fi. Также совершить оплату можно с помощью телефона или умных часов с установленной программой PayPass. При этом останется и наличный расчёт. Горожане новинку пока не оценили. Не знаю, может, они не привыкли ещё. Но потихоньку они расплачиваются пока. Напомним, привезти городской общественный транспорт в должное техническое и санитарное состояние потребовал в РИА губернатора Олега Жемяка. Систему ждёт ещё много изменений, но при совместной работе администрации города, края и перевозчиков всё получится. И, может быть, тогда люди пересядут из личных авто на маршрутке, сократятся пробки и Владивосток, наконец, задышит чистым воздухом, без выхлопных газов. Катерина Матвеева, Алексей Заровный. Новости на Восьмом. Новости на Восьмом.